Добрый день дорогие друзья, с вами снова Медик Фитнес, я его ведущий Кравцев Сергей. Сегодня хотелось бы поговорить о панических атаках. У меня на консультации недавно звонила клиентка, пациентка, и выяснилось, что помимо всего, помимо того, что на нее явно оказывается абьюз такой, и точнее сказать, она находится в абьюзе, да, соответственно, вот у нее на этом фоне начинают развиваться панические атаки. И вот специально для нее хотелось бы снять этот выпуск. Если вы загуглите панические атаки, очень часто используют слово фобические расстройства. Почему фобические? Потому что очень часто панические атаки могут возникать, ну, как бы на фоне фобии. Вот у меня занимался молодой человек с паническими атаками, у него была такая специфическая фобия, то есть когда много людей в спортзале, когда шумно, да, когда это большое пространство обязательно его окружает, или, допустим, он находится в торговом центре, у него начиналась паническая атака. И вот мы потихонечку привыкали, сначала просто ходили по спортзалу, я его отвлекал, разговаривали, следили за пульсом, потому что тоже была небольшая фобия в плане того, что казалось это у многих людей с паническими атаками, ему казалось, что у него больное сердце. То есть он исследовал сердце, там человек провел там полгода, ходил по разным кардиологам, у нас в Самаре есть замечательный кардиологический центр, там потрясающие специалисты работают. Ну, я думаю, что не только лучшие в городе, но и, соответственно, даже есть лучшие, кто в стране. Ну, вот мое личное сугубо такое мнение, потому что он сталкивался с некоторыми, и вот он был у некоторых таких специалистов очень высокого профиля кардиологов, его обследовали, и ничего у него не нашли, то есть с сердцем все хорошо. Но диагноз панические атаки был поставлен врачом-психиатром, то есть все как бы нормально подтверждено, и вот потихонечку, потихонечку человек адаптировался, входил, так скажем, обратно в социум, и, по-моему, все хорошо на данный момент у человека. Вот, а сейчас я вам расскажу уже, чем характерны эти панические атаки. В течение 1-2 минут, как правило, развивается паническая атака, появляется сухость во рту, учащенное сердцебиение, шум в ушах, также может сопровождаться паническая атака нехваткой воздуха, наступает головокружение, также больные очень часто верят, что у них существует какое-либо нарушение работы миокарда. В некоторых случаях может быть нарушение работы ЖКТ. Также при панических атаках мне встречались пациенты, у которых наблюдался синдром раздраженной кишки, или там, синдром раздраженного кишечника. Правильно, все-таки синдром раздраженного кишечника, я думаю. В общем, в чем суть? У человека на фоне панических атак возникает ощущение не, что у него патология миокарда, а что у него что-то с животик болит. В общем, кстати, данный клинический случай, который я наблюдал, это прям с детства, и, по-моему, там даже мама как-то развивала, вот эту вот идею прибивала, тоже была молодая девушка. И, в общем, когда у него уступает паническая атака, человек бежит в туалет, пытается произвести артификации, и, к сожалению, ничего не получается, или он подолгу находится в туалете. В общем, иногда развиваются, если это длится годами, могут развиваться уже геморрой от этого. Ну, человек постоянно натуживается, и часами пытается, в общем, произвести артификации, которые не получаются. Ему кажется, что у него болит живот, что у него что-то там, нарушение какое-то, он ходит по проктологам или она ходит по проктологам. Вот. Значит, исследуют все эти вещи, и ничего такого, в общем-то, не находят. Отправляют к психиатру, человек обижается, что его направили к психиатру, и, как правило, дальше продолжает искать, соответственно, причины данных дискомфортов. Ну, вот все сводится к тому, что просто у человека сопровождается сильно паническая атака, могут даже вот эти вот на нет сводиться немножко головокружение не так ярко, не так ярко проходит подъем пульса или еще чего-то, да, какие-то вот вышеозвученные причины. А вот синдром раздраженной кишки может ощущаться и переживаться очень ярко. И вот это, соответственно, тоже можно соотнести с паническими атаками или акцентированным состоянием, как правило, которому будет предшествовать классическая паническая атака, а уже чуть позже будет наступать синдром раздраженной кишки. Бояться панических атак не стоит. Как правило, все панические атаки у нас проходят, ну, в течение от 30 до 60 минут. Дальше все это дело затухает, заканчивается, но она при отсутствии должного лечения может, конечно же, повториться. Также еще раз повторюсь, что, соответственно, высокое артериальное давление и подъем пульса – это яркий признак того, что у вас или у вашего родственника наступила паническая атака. При панической атаке, как правило, ну, можно использовать какие-либо препараты. Как правило, когда скорая приезжает, соответственно, ввозят какие-либо препараты. Иногда оказывает психосоматическое даже воздействие в ведении каких-то легких седативных средств. Я, как врач, могу порекомендовать, ну, самое такое, без, так скажем, побочных эффектов средства, как миксидол можно иногда вводить для того, чтобы снять, ну, вот это вот острое чувство, да, беспокойства у пациента. Но все же все это лучше делать под присмотром, ну, хотя бы медицинской сестры. То есть, конечно, не стоит самому пациенту себе в этом состоянии что-либо вводить. Панические атаки, как я уже рассказывал, с клинических случаев, как правило, привязываются к какому-либо месту. Ну, то есть, человек находится в спортзале, в открытом или, наоборот, в закрытом помещении, лифте, да, или в торговом центре, или, наоборот, его положили к стоматологу, на кушетку куда-то, в замкнутое пространство. Также был случай у меня, девушка испытывала панические атаки на кухне, потому что был пережит инцидент с пожаром. Также, соответственно, панические атаки могут привязываться к каким-либо действиям. Человек, у меня была тоже девочка, она начинала готовить, мы с ней избавились от этого, правда, потом. Она начинала готовить, и у нее, соответственно, возникала паническая атака, если у нее что-то, вот, как вам объяснить, не само блюдо получалось. Она роняла ложку, у нее, там, ну, что-то, вот, как-то тесто, она говорила, когда на блинчике, она как-то, там, готовит, выливает, и вот оно заворачивается. И, соответственно, у нее вот случалось такое вот повышение, да, АД, и паника. Это было связано с пережитым, ну, в общем, там, физическим насилием. Ну, в детстве, там, в каком-то подростковом возрасте очень сильно, там, кто-то ее, там, стукнул за это из близких родственников, что она, там, вроде как, неряшливая какая-то. И вот у нее наступало вот такое вот переживание, значит, когда она уже, ну, она была молодой достаточно, 20 лет, и, соответственно, вот так реагировала иногда, когда пыталась просто себе приготовить пищу. Дорогие друзья, как лечатся панические атаки? Соответственно, панические атаки точно так же лечатся либо психологом с высшим медицинским образованием, либо врачом-психиатром. Врач-психиатр может назначить, соответственно, как тяжелые седативные средства, вплоть до антидепрессантов. Так может, в принципе, ничего и не назначать. И это все зависит от случая. Не получится у вас, у самих, лечиться через интернет, особенно если вы решили употреблять какие-либо там вещества для снятия вот этой панической атаки. Очень плохая идея назначать себе что-либо самостоятельно. Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не занимайтесь лечением панических атак самостоятельно. Не бойтесь психиатров. Не нужно думать, что вас там кто-то поставит сразу же на учет и так далее. Ну, будут исследовать, будут смотреть, будете ходить, наблюдаться к психиатру. У нас много онлайн, да, возможности получить консультацию. Хотите у меня, получите онлайн консультацию. Хотите, получите онлайн консультацию там у другого психолога или психиатра, у врача. Но ни в коем случае не занимайтесь самолечением. С вами был Медикал Фитнес, Кравцов Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье.